Очень многие объекты Вселенной имеют выбросы, они центральное тело, а рядом довольно длительные выбросы. Это имеет место и в молодых звёздах, и в старых нейтронных звёздах, и в чёрных звёздных звёздных, а также наиболее кончёрных. То есть выбрасывают не чёрная дыра, а окружённый диск. И самые такие известные джеты — это джеты из активных ядер-галактиков, которые представляют собой, в современном представлении, сверхмассивная чёрная дыра, окружённая окружённым диском. Так что джеты — это очень распространённое явление во Вселенной. Но до сих пор их, как они образовывались, а ещё более интересно, почему они сохранили на протяжении огромного расстояния такую узкую форму, это пока что не совсем понятно. Сначала он показывал фотографии самых известных джетов. Это джеты из ядер-галактики. Это гигантская галактическая галактика в сознателье Дема. Это самая близкая к нам гигантская галактика. Из неё виден джет длиной примерно килопарсет. То есть это парсет — это, значит, 3 на 10 — 22, 3 на 10 — 21 сантиметр. Этот джет видит во всех диапазонных генов. Вот это вот радиоизображение, правильно? Это изображение на Хадонском телескопе, то есть это оптику ультрафиогена. Это изображение Чандра — это религиозный телескоп. Он работает в мягкой религиозной области и строит у него очень хорошее разрешение — порядка секунды. Он строит тоже изображение. Вы видите, джет длинный, но он, так сказать, не сплошной, а состоит из каких-то вот таких образований. Причём вполне понятно, значит, эти блямбы образовались в результате механизма образования, либо они явились результатом развития какого-то неустойчивости, и поэтому джет вот так вот. Это второй, тоже очень знаменитый выброс из первого открытого квазара в количестве 273. Это уже очень активный, очень яркий объект, то есть не на Земле яркий, а, так сказать, светлый, большую энергию. Длина его уже гораздо больше — это 50 кВс. То есть длина этого джета примерно в два раза больше, чем диаметр нашей головы. Если так. Может даже в три раза больше. Тем не менее, вы видите, что вот на протяжении всего этого, все эти огромные длины он сохраняет вот эту вот такую длинную форму. Ну и здесь опять, значит, радио, оптика и энергию. И, наконец, один из самых длинных джетов, видимо, это самый длинный, по крайней мере, неизвестно. Это из радиогалактики IC4296. Длина этого джета уже 400 кВс. То есть это в десять раз длиннее, чем предыдущий показанный джет. И, тем не менее, все равно он вот так долго сохраняет кровь. То есть что-то должно его удерживать от развлекания. Потому что здесь электрический электрон и большое давление просто разлетелся бы, но он не развлекается. А здесь представлена уже, так сказать, динамика образования выброса из галактического источника рентгеновского. Это черная дыра, в которой внутри нашей галактики, грунт, видимо, окруженная зоной близко. То есть структура примерно такая же, как в ядре активной галактики или квазари, поэтому они обычно называются микроквазари. Так как здесь размеры в десятки тысяч раз меньше и, соответственно, времена развития гораздо хорошие, но мы вот в течение нескольких лет, или, может, года, даже не знаю точно, имеем возможность наблюдать формирование вот этого образа. И самый, в общем, знаменитый джет внутри галактики, это называется 433 цифр. Это очень направленный выброс из системы двойной, летящей со скоростью примерно 0,26 скорости света. И вот на протяжении порядка парсеков он сохраняет от них очень длинную структуру. И мало того, что он, так сказать, вылетает, он еще и прецессирует. Видна вопрос прецессии этого джета, потому что линии, сдвинутые в синюю и красную сторону, они движутся в периодах 123 до 153 г. Так что количество джетов очень много. Ну, соответственно, молодые звезды имеют, но они, может, менее интересны, потому что там уже никакие характеристики еще нет. Значит, формирование этого джета связано, видимо, ну, как сейчас это общепринято, с наличием вокруг черной дырыщи афференционного диска и в мороженом в нее магнитного пола. Вот эту картинку мы как раз нарисовали. Мы с этим работаем с выжимательством в 2014 году, и вот теперь она практически является вот прототипом всех этих вот моделей для образования чеков. А почему обязательно из черной дыры? Там первые, которые показывают. Почему из черной дыры? Там тоже из черной дыры. Да. Вот все, которые я показывал, это все из черной дыры. Есть джеты и не из черной дыры. Вот молодых звезд, например. Ну, у них рука одиночка, так сказать. А вот первая, это там, где шла семяншка галактика, и оттуда, ну, и... И оттуда? Вот не эта вот предыдущая дыры. Это? Да, это тоже из ядра. Это из ядра галактики О87, из ядра, где сидит самая массивная черная дыра. А вот это известно. 3 на 10 в 9 солнечных массах. Это известно, да? Да. Это известно по любых звездам. Бюджет всегда связан с черной дыры. Вот так вот выжать нельзя. Но, по крайней мере, те, которые мы знаем, связаны с черной дыры. Может, там нет. Кстати, по поводу черной дыры. Я сейчас-то слышал, что не все верят в том, что все-таки открыли черную дыры. Не все верят в существование черной дыры? Ну, это единственное, конечно, некоторые люди, которые не верят в теорию Эйнштейна. Ну, если вы считаете, что с черной дыры работают, тогда черная дыры не спешит. Нет, это пожалуйста, но то, что они наблюдали. А, то, что они наблюдали? Да, да, то, что они наблюдали. Ну, по крайней мере, эта модель черной дыры, она объясняет все наблюдения и не встречает никакого ничего. А в некоторых случаях она просто является однозначной. Например, если в нашей галактике двойная система с рентгеновским источником, и масса вот этого компактного объекта рентгеновского превышает предельную массу нейтронной звезды, тогда это черная дыры. Или, если в галактике, там есть мазерные источники, и эти мазерные источники показывают потрясающе точную кептеровскую криву. Соответственно, там, допустим, масса очень компактной области, порядка 10-7 массового. Ну, остальные, может быть, не такие точные наблюдения, но вполне уникальные. Значит, вот модель образования, она представляет собой вот, значит, диск колесовый, который натянул на себя вот это лагнитное поле, из международной среды, может быть, соседней звезды. Поле это крупномасштабное. В процессе падения радиального, энергия поля растет быстрее, чем гравитационная энергия. То есть, в итоге поле начинает влиять на динамику. Сначала поле маленькое, оно нам влияло просто на радиальный объект, потом, значит, оно влияет на динамику, и оно само канализирует уже вот эту аккрецию. Затем аккреционные потоки с двух сторон сталкиваются в плоскости симметрии и образуются здесь вот такой образователь. Вот эта модель была сначала, с самого начала построена для невращающейся материи. То есть, просто радиальное подденье вокруг этого вращения. Потом это, конечно, так как вращение присутствует, оно было в общине, в общинайном вращении. И этот диск, который здесь образуется, он, так сказать, турбулизуется, потому что потоки сталкиваются, начинается турбулент. И если вот здесь вот, вокруг проводимость была очень большой, то ловность накрывает. То здесь, за счет того, что происходит быстрое уменьшение масштаба, пересоединение, проводимость оказывается очень маленькая. И диск просачивается вот сюда вот, в черную дыру. И вот пристанье этого просачивания выделяется с этой дыры, которая, так сказать, и, так сказать, определяет и свидетельность черной дыры, и кинетическую дыру. Ну, здесь вот, в следующей работе мы это более подробно уже рассмотрели эту модель. Ну, кстати, вот такая система обладает очень высокой эффективностью передачи, превращения генетической энергии, фактически гравитационной энергии, в наблюдаемые виды энергии, потому что, если при радиальном падении, так сказать, сразу же все впадает в черную дыру, может, иногда не успевает, так сказать, излучить, превратиться в излучение. То здесь, в диске это долгое время происходит, и в итоге, просачиваясь, она все это излучает. То есть, эффективность здесь может достигать половины мциклата. Вот, уравнения, значит, я буду, которые мы решали для определения структуры этого диска, они очень похожи на уравнение диска, так сказать, такое известное уравнение дискового аккредита с альфа-диском. Альфа-диск это называется модель, в которой вязкость аппоксимируется такой простой слов, тензор, тензор, компонент для дискотензора, просто пропорционально за время. Здесь примерно то же самое, но, так как здесь нет не вязкости гравитура, а проводимости, то для проводимости мы получили форму аналогии с альфа-диском для тубулентной проводимости. И, значит, вот эта тубулентная проводимость как раз и определяет вязкость, то есть проводимость диска внутри вот такой вот системы. она же и определяет, так сказать, скорость просадки, которая оказывается довольно большой. Вот невращающийся диск, вот скорее всего никаких джетов не оправдан, но если учесть, что он всё-таки вращается, то тогда возникает эффект, тот же самый эффект, который определяет замок поведения пульсара. То есть пульсар – это сильно замагниченная вращающаяся дискотензорная звезда. За счёт вращения на её поверхности генерируется электрическое поле. То есть такая вращающаяся замагниченная звезда работает как униполярный поле. И это электрическое поле, ну, на какой-то длине оно ещё не может быть, так сказать, заэкронировано, оно приводит к тому, что из пульсара вылетает ветер, пульсарный ветер. Собственно говоря, пульсарный ветер – это тоже в каком-то смысле джет, потому что он тоже клиент направленный, но он, так сказать, довольно трудно наблюдать, хотя в некоторых самых ярких пульсарах, таких как краб и вело, видны вот эти вот джеты, вылетающие из пульсара. Вот из операционного диска тоже, если есть масштабное поле, делом вращательства, получается огромное, значит, электрическое поле, и мы тут оценивали в работе с выводником, что могут генерироваться электроны с энергией, там сотни мыл, так что больше, может быть, по образованию пар и, так сказать, синхронронное исключение, которое бюджет не имеет. То есть вот такой вот механизм образования бюджета. Дмитрий Иванович, может, там магнитный поле написал, а прояженность не перестал поле? Ну это В на В, В, Е – это В, С на В, В – это Кепперский, С скорость. Ну что это так? Это стандарт. Потому что в движущей среде, значит, происходит прибор, 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 прибор. Это происходит непорядок внутрь, на Земле, можно сказать. Взять цилиндр, замокничать, и начать его вращать. Тогда, если поставить, значит, один электрод вращающейся поверхности, а второй электрод к центру, то между электродами напряжение. А, В, В, В? Ну, я не считал. Вот, просто уже вот это есть произведение В на характерную длину. Значит, аналогичная совершенно модель была примерно в то же время, преднуждена Лавлейсом, вот так как он опубликовал Метчера, а у нас в письме отчетов, то количество на него гораздо больше всего. Ну, вы тоже видите, апелляционный диск с просто масштабным полем, черная лера, и вылетает вот электричество. Вот здесь вот, так сказать, источником энергии образования бюджета явилось гравитационное поле, то есть гравитационная энергия, спормированная в агрессионном диске. То есть из диска все образовывается. Но, если у нас есть шарсистка черная дара из нее, энергия не извлекается. Известно, как известно. Ну, сверхмассивная вообще, она может обмучать. Но если энергия из черной дары вращающейся, у нее метрика Кера, то там есть возможность превратить часть вращательной энергии извлеченную из черной дары. Вот такой проблемой извлечения энергии вращательной из черной дары она была впервые решена пенрусом еще в 1969 году. Ну, я дальше покажу эту картинку. А с точки зрения примененности к реальным объектам, в частности, к светомассивному черно-длинному с мобильным коллегами, впервые это рассмотрели Руфи и Еблица, которые показали, что ввиду того, что... Вы знаете, у меня произошел такой сбой, что я все приготовил, а потом нашел что-то не то, и он все стерлся. Вот эту картинку, которую я первый раз написал, она здесь, так сказать, оказалась... или позаволствовала. Ну, из-за понимания. В общем, дело в том, что вращающаяся черная дыра обладает двумя характерными, так сказать, поверхностями. Первая поверхность горизонта – это то же самое, что в Шварченском, в смысле, то есть это та поверхность, из которой ничего не выходит вообще. Только может быть. И у вращающейся черной дыры есть другая характерная поверхность, так называемая эргосфера. Эргосфера – это область между вот этой поверхностью и горизонтом, в которой, в принципе, нет статических состояний. То есть там частица должна формально движуться быстрее скорости света, то есть ее увлекает гравитационное поле в этом вращении, и она там не может, так сказать, проходить в состоянии покоя. Вот очень необычным свойством эргосферы состоит в том, что в этой эргосфере возможно состояние с отрицательной полной энергией. То есть энергия меньше, чем минус мс квадрат. То есть полная энергия отрицательная. Не только потенциальная. А вот если вы отсчитываете от нуля, то там ц квадрат, энергия отрицательная. Поэтому, если туда влетает частица и распадается, и, возможно, распад такой, что одна из частиц, так сказать, приобретает отрицательную полную энергию и падает на черную энергию. Тогда вторая, всего закон о сохранении энергии, эту отрицательную энергию, свою энергию увеличивает, не вылетает с большей стороны. Таким образом, вот этот механизм эргосфера в этом состоит механизм эргосфера в извлечении энергии из черной дыры. А черная дыра поглощает отрицательную энергию, уменьшает свою массу, уменьшает свой угловой момент и постепенно, значит, превращается в шарф. При этом можно извлечь принципиально до примерно 29% мс квадрат. То есть огромное. Вот Руфини, ну, распад частиц – это вещь, в общем, достаточно. Ну, экзотическая, по таким образом, в природе вряд ли, как можно извлечь. А вот с помощью магнитного поля – это вполне возможно. И как раз они показали, что за счет магнитных полей и передачи энергии магнитными силами возможно формирование в авиационном диске, так сказать, слоев с отрицательной энергией, которые падают в черную дыру, а, так сказать, положительно извлекаются. Но эта модель, в общем, почему-то была сильно раскратитована по следующей работе Блэнфорда из Найка. И, значит, вот они тоже цитируют Руфини, но говорят, что почему-то им кажется, что это малоэффективно. И они приглашали немножко другой механизм, который называется механизм Блэнфорда Шнайк. Но когда я рассказывал, примерно, этого содержателя Руфини, когда он услышал слова «Блэнфорда Шнайк», он начал именно страшно орать. Помнишь? Да. Хотя я ему пытался сказать, что я хочу, так сказать, в вашу пользу сказать. Он продолжал, так сказать, замолвать. После того, как он услышал. Но, действительно, Блэнфорда Шнайк предложили какое-то, ну, неоднозначно отношение к этому механизму. Они, значит, взяли эту черную дыру, и магнитное поле, которое вот в нашей работе, усиленное научное поле, они его взяли в горизонт, и сказали, что, значит, оно будет вылезать из горизонта. И вращается. Вместе с горизонтом. И тогда, значит, все остальное уже, так же как в Кульсаре, электрическое поле, электрические частицы и так далее. Ну, это, в общем, такая модель, она, как бы, не вполне, так сказать, согласуется с собственным представлением того, что происходит в окресле черной дыры. Потому что, как было в первых показанах Гейнсбургом, он показал, что если черная дыра коллапсирует, если вещество, которое коллапсирует, имеет магнитное поле, то есть генерируется внутри, то это магнитное поле прижимается в черный дыры, и будет, фактически, исчезать. То есть черная дыра не может иметь магнитного поле. И в общем виде это было сформулировано в работе. То есть, вот в этой статье Руфини Миллера, в 71-м году, одним таким ярким словом, что черная дыра не имеет волос. То есть, параметры, которые интересуют черную дыру, их всего три. Это масса, момент и электрический заряд. Вот только эти три. Только гравитационное электрическое поле может вырезать в черную дыру. А магнитное поле еще не дали вырезать не может. Поэтому, то, что делает ГЛАС-попряжная, фактически, они, так сказать, окружили эту черную дыру, каким-то слоем маленьким. То есть, фактически, все эти силовые линии где-то на горизонте должны вот так вот, так сказать, как-то изгибаясь окружателями. То есть, это будут уже не волосы, а как бы парик. Но даже в такой интерпретации эта модель все-таки требует, так сказать, осторожности. Потому что вблизи горизонта никаких полей быть не может. То есть, не то, что полей быть не может. А те поля, которые вблизи горизонта, мы никогда не будем. Вот мы, значит, в работе еще с Рузмакином рассмотрели, вот, так сказать, получили точное решение для изменения магнитного поля при стимической аккреции, вблизи горизонта. А потом, уже в работе вот Славны и Санкт-Петербургинской, показали, что при приближении к горизонту те поля, которые видят бесконечно удаленный питатель, и стремятся на горизонте к нулю. Вот это неправильно. Это я так сказать не правильно, но мы опять это все сделаем. Потому что, вы видите, что это стремится к нулю, x1 это горизонт. Значит, b это к нулю стремится, а это, это значит нуль. И если вы посчитаете вот эту сумму, это тоже нуль. То есть, магнитное поле стремится к нулю. Это все равно, что вот если какой-то камень падает на черную дыру, то мы видим, что он летит, но никогда ее не пересечет. И кроме того, красное свечение от него бесконечности становится просто чрезвычайным. Поэтому и магнитные поля, которые вблизи горизонта, они, так сказать, не видны. И поэтому все, что происходит вблизи горизонта, для внешнего наблюдения нет, и наблюдателя не доступна. А у Глэнтур же знает это. Значит, это все как-то получалось. Ну, я, так сказать, не единственный человек, который говорит эти критические слова. Есть целые книги там написаны. Пумсли, тот же вот Руфини еще. Но проблема остается. Потому что многие утверждают, что все-таки нет, они правды. Хотя единственная возможность увеличить энергии черной дыры, как я уже говорил, это магнитный механизм ведро. Это совершенно, так сказать, ясный и непонятный механизм. То есть это тот, который фактически в работе Руфини Миссом был. За счет магнитных болей, магнитных дотяжений, возникает вещество с отрицательной энергией, которое падает в черное дыро, а, так сказать, остальное вылетает на воду. Вот такая ситуация с Бенфорд-нужами. Очень известный и очень популярный механизм. Но, тем не менее, есть этот механизм или нет его, особой важности в этом нет. Потому что всегда есть энергия, которая извлекается из операционного диска, и эта энергия, в общем, больше, чем энергии извлекаемых черной дыро. Даже для невращающихся черной дыро это просто единственный способ, а для керовской, примерно 30%, максимум 30% может быть обеспечено излечение черной дыро. Так что мы обратимся теперь только к конкреционному диску. Причем, если только было решение для невращающихся, то, естественно, надо смотреть вращающийся мест, потому что он как раз и является приближением к весельности. Ну, без магнитных полей структура структура актериционного диска хорошо известна. Из работ шахтура, там, шахтура сюда, и еще сотни тысяч работают темно. Актериционный диск состоит из... Ну, если облегчишься от таких явлений, как адвекция, и всякие такие вещи, которые характерны для дисков высокой светимости. Если диск, ну, умеренная светимость, у него имеется три области. Это область ближняя к черной дыре, это там, где, фактически, основная энергия делается. Там преобладает давление и излучение, и преобладает томсоновское рассеяние в непрозрачности. Вторая область – это там, где, значит, преобладает газовое давление, но томсоновское рассеяние по-прежему важно. И здесь, в третьей области, там уже, так сказать, непрозрачность за счет возвращения амциолога свободы, свободосвязанных и тоже газовое давление. Вот, наиболее важной является вот эта область. И эта область, по наблюдениям, она дает не только энергию в области поверхности, то есть, фактически, теплового излучения, давай, да, меньше 10 мм, но она дает еще и излучение вплоть до МЭВа, то есть, десятилетий км. Вплоть до МЭВа, такой хвост высокоэнергичный, который обычно приписывают формирование короны, горячей короны вокруг этого диска, который может быть образован за счет коллективных устойчивостей и так далее. Но, тем не менее, из такого диска, истечение, если и есть, то оно, в общем, такое, во всем скроме. Для того, чтобы было истечение коллинировано, нужно вот это. И вот, с того вопрос, ну, вот мы продолжили, как формируется магнитное поле в невращающегося диска. То есть, для вращающегося диска ситуация оказалась более сложной. И первым, эту сложность заметили, вот, и любому положению. Они рассмотрели кеплеровский коллиционный диск с альфа-вязкостью и магнитное поле с турбулентной проводимостью. Вот тоже, в которой я говорил больше. При этом в диске имеются два культурирующих процесса, влияющих на магнитное поле. Во-первых, за счет вязкости вещество постепенно теряет плавный момент и приближается кислород. Если бы магнитные силовые линии были уморожены, то это вещество тащило бы за собой эти силовые линии и магнитное поле. Но за счет конечной проводимости вещества в диске, малой проводимости, оно деформирует наружу за счет альфа-вязкости. Поэтому, получается, два конкурирующих процесса. И вот в этой статье было рассчитано, что происходит с магнитными силовыми линиями при наличии этих двух явлений. И оказалось, что если взять реалистический случай, когда отношение вязкости к проводимости в рубленте порядка единицы, ну что, так сказать, представляется поле умения естественного, и параметр D вводится без раздельных, в котором есть отношение радиусе к толщиной лице, это параметр относится очень большой, как к дистонту. Но оказалось, что для большого этого параметра, вот допустим, здесь амнилина, но это 20, амнилица, даже для единицы магнитное поле деформирует наружу. То есть оно деформирует наружу гораздо эффективнее, чем тащится внутрь за счет движения. И только для малых девов получается такое усиление. И казалось бы, что ситуация такая публиковая, и никаких дисков получить нельзя, то есть поле. Ну вот, нам удалось эту проблему решить 3 года назад, где вот показали, что этот диск, одеванный турбулентом, но он не может быть однородным. в смысле турбулентом, в смысле турбулентом, по причине того, что в оптических тонких областях, где давление излучения сильно выгрышает, значит и остальные, как газовые, турбулентом развиваться не может. И там имеются муточистые области. Эта ситуация такая же, как и на нашем Солнце. Солнце имеет конвективную область. Но эта конвекция прекращается в внешнем слое, который называется фотосферой, где оптическая толща меньше, чем меньше единиц. Там уже конвекции нету, там слой будет чистым. И поэтому, значит, вот Солнце, хотя там просвечивались какие-то критические лечения, но пойдёт из более-менее однородной прогрессы. Вот такая же ситуация и здесь происходит. А в лучистых областях уже магнитные поля не закручиваются, и там очень высокая электрическая проводимость. И поэтому поле тащится внутрь. вот этими поверхностными слоями. И в итоге оно усиливается до тех величин, что просто оно останавливается. И получается вот такая вот ситуация, когда акреция идёт в центральных властях, внешние слои, значит, не движутся, и сильное магнитное поле, которое может коллинироваться. Поле здесь получается немножко, ну, примерно, так как толщина сфотосферы магнитного диска относительно гораздо больше, чем на Солнце, естественно. То есть там порядка там нескольких двадцатых или отрицательных, то магнитные поля здесь тоже получаются очень большими, вполне достаточными для, значит, формирования больших полей, там, где здесь происходит, где здесь будет галузь. И вот этот вот механизм образования турбулентного диска и вулочной атмосферы, он был получен и в численных расчётах, с вами недавно Американца Хроли, известного, так сказать, для числителя, в котором, где тоже у него прозвались такие, ну, чистые улицы, где поля усилились, чистых расчётах. Ну, здесь вот дальше вот, он будет кременчик делать, да? Обязательно. А, ну, я сейчас закончу вот эту тему. Дальше мы рассчитываем эти поля уже в более сложную систему уровней, я не буду давать в потоке. Первые расчёты были немного, так сказать, произвольных, в том смысле, чтобы гранические условия не были согласованы. В два свободных параметра принималось магнитное число франция и скорость, то есть скорость на поверхности не задавалась. А надо, так сказать, по физике дело, надо задать нулевую скорость на поверхность, и тогда магнитное число франция уже однозначно определится. То есть когда УР на поверхность равна нулю, вот мы сейчас эту работу как раз заканчиваем, тогда тут горит свободный параметр магнитное число франция и вот это вот, те решения, из которых надо выводить одно, только такое решение на двух. А эти все решения, они физические. Вот, ну, собственно, можно. Дальше, вот, расскажите, как приниматься. Хорошо. Удержит пять минут. А может, вопросы есть? Пожалуйста, вопросы. Нет вопросов. Перерывы. Перерывы. Ура. Не repetите. Об区. Понимаете. Элли. Прип conservative 있... Перерывы. Спасибо. 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 Продолжаем работу. Магнитерсовый цилиндр автоматичный. Еще раз посмотрите на этот бюджет из первой А. Видите, что он длинный и такой разбитый наглядный. Помимо этого, этот бюджет обладает еще другой интересной особенностью. В разных блямах плоскость поляризации меняется на 90 градусов. В этих соседних блямах плоскость поляризации меняется на 90 градусов. Что говорит о том, что меняется направление магнитного. Имея вот такие танды, как раз я рассмотрел такую модель, где коллимация бюджета происходит за счет появления фитового магнитного поля, а само это фитовое магнитное поле является результатом торсионных коллиманий. Надо сказать, что магнитные коллимации мы предложили еще в 1969 году совместно с работой с конвертным тренером. Ну, там мы просто рассмотрели, так сказать, просто пинчи, колебательные движения. Колебательные движения, это значит, что заряды изолируемых блямах. Но там, в общем, достаточно сложная была задача, непонятно, как это засдухает и так далее. Поэтому здесь это более естественно получается, потому что это уже поле, значит, церковое поле, и, по сути, такие вот колебания цилиндров. Вот интересно, что если этих колебаний не было, то цилиндров весь раз растрелся, разлетелся. И только в результате динамических вот этих вот процессов происходит его колебация. Значит, вот идея этого, наконец, колебаться, здесь вот на этом цилиндре. Значит, есть цилиндр, у которого магнитное поле. Без вращения, вот видите, вращение в разных сторонах. Здесь на одной стороне есть на другой стороне. Поэтому имеется, так сказать, некая характерная длина с зерном, на которой происходит смена вращения. То есть в этой плоскости вращение вообще равно, как всегда. Когда появляется фильтр и поле, оно начинает препятствовать, не дает различиться. И так как здесь вот имеется всегда, когда наибольшая скорость и отсутствие фильтра поля, диск стремится разлететься, то есть цилиндр, а потом происходит, появляется, закручивается в другую сторону, и опять оно поджимается. Получается вот такая вот, значит, колебательная картина. То есть этот джет не является чем-то таким статическим, а он постоянно находится в состоянии динамического колебания. И вот модель такого цилиндра приближённой, я как раз сейчас хочу рассказать, которую 3 года назад было рассмотрено. Значит, сначала рассматривается полная система уравнений магнитной гетродинамики, то есть задача аксиально-синкручивая, она аффинция есть. Ну здесь есть и магнитные силы, и силы давления, и гравитационные силы, хотя в джетах гравитационные силы не важны, потому что там, скорее всего, реактивные частицы и, так сказать, гравитация, самогравитация, в общем-то, не существует. Ну, это уравнение Эйлера с магнитными силами, это уравнение Макселла соответствующее, ну и токи, которые здесь подключаются из диверденции B, то есть из ротора B получается вот. Вот, у вас уравнение бассона, уравнение энергии и уравнение системы. Это полная система уравнений. Решить её, конечно, чисто аналитически невозможно, нужно чисто решать, и пока что это дело не решено, а построена такая приближённая модель, которая основана на нескольких стадиях, так сказать, ну, нескольких приближений. Первое приближение связано, что профиль по радиусу определённый. То есть, считается, что плотность однородна. Ну, плотность и, значит, плотность однородна, а все скорости, значит, это пропорциональное расстояние. И, соответственно, поляк уже, вот так, запрофилированного полица. Тогда у нас, значит, остаётся система, где только два, две переменных полица. З и П, а по радиусу мы всё запрофилировали. Ну, здесь была, так сказать, эта система была проверена на её физичность. Она оказалась вполне описывающей все необходимые, так сказать, процессы. Ну, вывернула, естественно, закон сохранения массы. Потому что з этой скорости отсутствует. Поэтому, получается, в каждой плоскости сохраняется масса и сохраняются волосы. То есть, поворотники дают сохранение массы и сохраняются волосы. Были рассмотрены колебания цилиндра такого. И оказалось, что все колебания, и магнитно-торсионные колебания, и радиальные колебания, все они, значит, присутствуют в этой системе уровня. То есть, линейный магнитно-торсионные колебания. Причём, цилиндр рассматривался, естественно, уравновешенным. То есть, предполагалось, что в нём есть только гравитация. А для нашего цилиндра, который моделирует джет, там никакой гравитации нет. Потому что он очень легкий. Но с гравитацией даётся, можно сделать всё это линейную тюрьму. И вот в разных случаях, допустим, не вращающийся, не изомантичный цилиндр. Вот на метр квадратных такой. Просто радиальное колебание. Значит, то есть, есть только радиальные колебания и колебания, вот, значит, восстаняющиеся по массиву. АСИ-З. Вращающиеся, но не изомантичных цилиндр. 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 Колебания из бронючей татуры получается. Потом, не вращающиеся, замантичные цилиндр. Здесь, вот, это как раз тот самый случай, который нас больше интересует. Здесь два типа колебаний. Первая – это радиальная волна, где скорость не равна 0. И вторая волна – это чисто торсионная, вот такая вот волна. Когда не 0 равна вот эта колебательная составляющая. Вот второй тип этих волн описывает колебания в ловой скорости при поставленном радио. И эта волна соответствует чисто торсионной, олефианской волне. Но, конечно, это линейная, так сказать, теория, то есть линейные колебания. А линейные колебания нам ничего не застабилизируют, потому что они очень маленькие. А на нелинейной стадии уже радиус, конечно, будет меняться за счет того, что фильтры поля и так далее. И вот эту нелинейную теорию, как раз нелинейную задачу как раз здесь уже решено. Но для этого нужно сделать еще дополнительное упрощение. Дополнительное упрощение связано с тем, что мы рассматриваем цивитры только в плоскости к диаметрам. Дополнительное упрощение. Значит, если между ними плоскость с волной скоростью равной 0, то мы ее рассматриваем. При этом мы задаем период по z, равный z0, и записываем все уравнения в этой плоскости. Все уравнения в этой плоскости записываются однозначно. И единственная величина, которая оказывается здесь не определенная, это производная. А вот эта производная, она естественно не нулевая, и она меняется периодически. То больше, то меньше. И для того, чтобы ввести систему дифференциального упрощения, нужно задать, как он запрофилирует вот эту величину. Эта величина запрофилирована вот в гармоническую величину. Это, конечно, на самом деле может быть не гармоническую, но, конечно, проще решать приближенный к самому. Можно, наверное, взять и гармоническую. И тогда эта система уравнений. Слоится вот такой вот, значит, это самый. У нее есть первый диаграмм. Так что, в итоге, когда мы введем безразмерные параметры, ну, естественно, это вот частота халеваний, тау-время, это гармонит, так сказать, характерный радиус. Соответственно, z тоже. Но радиус этот характерный, он выбирается здесь однозначно. Потому что k это как раз причина в конечном равном состоянии, которое изотемическим считается, а гравитация здесь не рассматривается вообще. Поэтому никаких стационарных состояний здесь не было. Здесь только динамических состояний. Поэтому, ввиду того, что орудь непроизвольна, величина y, начальная, в общем-то, является производной. То есть здесь имеется два свободных параметра. Это параметр d, вот этот вот, безразмерный, который в себя включает все, так сказать, константы, массу, магнитный поток, там, z, 0, частота, k. В общем, все характерные параметры и задачи сконцентрированы в этом параметре. И еще y, начальная, которая здесь вот написано, что на единице, потому что здесь я покажу решение, когда на единице, но на самом деле оно может быть произвольным. Я так сказать, дальше вот видно, что это произвольный y, в общем, тоже интересно представлять. Но, тем не менее, даже вот в этой упрощенной основании, это не линейное уравнение второго порядка. Достаточно, так сказать, интересное. Ну, во-первых, оно имеет удосознанность, оно сингулярное и так далее. Но для различных d, если задать y в единице, то единственным параметром является параметром d. И вот для различных d в моей первой работе это было все проинтегрировано. И результат я покажу дальше. Но затем, вот в настоящее время идет работа уже для других y-0, и там получается очень большое разнообразие решений, хаотические решения регулярные, там показано, как хаос развивается и так далее. В общем, очень интересная оказалась система, даже с точки зрения аноматики. Значит, в принципе, это решение по физическим соображениям должно давать три типа решений. Если амплитуда колебаний маленькая, а это фактически соответствует малому значению d, вот здесь вот это ω0, это амплитуда колебаний, малому значению d, то, естественно, целинка не будет стабилизированных, просто разъяснится. Эти колебания недостаточно эффективны, чтобы его сделать. Если амплитуда колебаний слишком велика, то она может так перекрутить этот цилиндр, что он просто разделится на флямы и перестанет тут как бы в едином теле. Что вполне возможно. И, наконец, когда мы имеем умеренную такую амплитуд, среднюю, то там как раз этот цилиндр будет существовать, и если не учесть дисципаз, он может существовать сколько угодно. Просто в таком колебателе состоянии. Вот как раз три типа таких решений были получены. Причём очень ограничен в интервале этого параметра. То есть всё это разыгрывается в очень ограниченном параметре. Если d меньше, чем 2, то никакого конфамида нет. И получается 10 колебаний, но всё же разлетается. Это вот, значит, радиус а – это скорость. Скорость в колебанице. А потом выходит такая остановка. Радиус в средней скорости. d равенную. С ростом d амплитуда колебаний торсировок уменьшивается. И когда d достигает 3,1, происходит какая-то стабилизация колебаний, и цилиндр начинает просто быть колебаться. Как я уже говорил, колебания будут не хаотическими и регулярными. Но здесь вот данная интегральная кривая описывает регулярные колебания. Хотя это не периодически, это, так сказать, периодически сновеляция. В общем, это на диаграмме фланг каре – это просто замкнутая тривайка. Которую я вам дальше показываю. Вот видите? Вот такая вот. И вот эта структура так повторяется. При d 2,25, вы видите, немножечко другая структура равенную. Это скорость, это радиус. А когда d достигает 2,28, то уже происходит перетяжка и радиус устраивается в 0. Повторяю, все это для начального значения радиуса равного 1. Причем это превращение в люк не является, может быть, довольно сложным. Вот здесь, вы видите, происходит колебание, потом радиус устраивается. И казалось бы, он разлетится почему-то. Хотя, на самом деле, он не имеет права разлетаться, в силу того, что это слишком большая амплитуда. И действительно, он не разлетается. Но он достигает очень большого радиуса, но он не будет. То есть это какие-то хаотические движения. Потом он будет минимум с радиусом. Какие хаотические движения совершают. И только если амплитуда совсем уже большая, тогда просто сразу за первый же поворот радиус у нас будет. То есть скорость становится обязательно небольшой, а радиус у нас будет большая. Это вот такая вот структура интегрального объекта. Значит, этот параметр объекта можно оценить из разных соображений, для наблюдателей и так далее, с тем, чтобы сопоставить при реальных случаях. В реальных случаях реализовываться вариант коллимации. То есть может быть эта модель проработала. И оказывается, что если всё это дело подставить все вот эти вот оценочные значения, то скорость звука должна быть не очень большая. Она должна быть меньше, чем половина скорости света, как минимум. А реальтиистское, ультра реальтиистский случай, когда c там, v равна c на корне в трёхе, или просто v равна c, никакой коллимации не приведет. Это означает, это очень важно, что такая коллимация возможна только в бюджетах, в которых имеются барионы. Это не чисто электронные бюджеты. Потому что вопрос о том, из чего они состоят, остаётся открытым. Либо это электро-позитродные бюджеты, где нет барионов, либо это сколько-то там барионов есть. Вот те выбросы, которые вылетают из кваза, вернее, то есть из пульса, они как раз лектонные. Там вылетают пары электронных из трон. А здесь, так как это вылетает из эвакуационного диска, здесь, наверное, могут вылетать и протоны. И оказывается, что только при наличии протонов возможна такая коллимация. А чисто электронные они быстро переливаются. Ну и в конце я хочу вам показать исследование решения этого уравнения, которое показывает, как происходит развитие хаоса здесь. Это, значит, делается на основе построения сечения плод карты. Ну это, значит, там интегрируются интегральные кривые, и через какие-то там значения периодов, там через π, там 2π, ставится точка на фазовой диаграмме. Скорость – это радиус, это скорость. Вот, значит, для разных значений здесь показан набор регулярных решений. Это вот, значит, это самая клевая замкнутая, которая… Все решения проходят вот, так сказать, на диаграмме Монкаре вдоль этой замкнутой природы. А вот в церкви расположено чисто периодическое решение. Вот, значит, в той работе я периодически не находил. А здесь мы уже нашли чисто периодическое решение. Для каждой воды имеется чисто периодическое решение, но оно, видите, уже соответствует другую игру. Только вот игру не единица, там мы рассмотрим только решение вот здесь. А здесь уже разные игрики, и, значит, вот это чистое решение соответствует, допустим, на 0,85 и 0,85. При увеличении, значит, при увеличении интервала игриков, видите, вот здесь все решения занимают, вот, все эти решения, вот там 0,7, 0,75, где-то 2,1, 0,5, да? Здесь уже игрики больше разматриваются. И здесь, видимо, появляется решение, которое как раз точнее отражает хаотические решения. Если их долго-долго считать, то они заполнили всю эту область. Вот, вот если они уже начинают заполнять эту область, то есть больше решений. То есть снаружи будут уже хаотические решения. Но это только для одного D, и, на самом деле, интересно представлять вот как раз только вот эти решения. Артически они все равно разлетятся при этих малых 5. А вот и, так сказать, интересно проследить, как меняется вот это вот периодическое решение. Это периодическое решение устойчивости. Как оно меняется при увеличении параметра D. Вот это уже больше немножечко параметра D. Там недавно 25, а 2,38, где имеется, значит, более подробная структура вот этих самых задных кривых. Снаружи тоже получаются хаотические решения, а островки тоже, значит, этих самых регулярных решений. То есть периодами, здесь период P, а здесь период, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Каждый из этих соответствует периоду 7D. И вот центральная часть, вот центральная часть, вот этот самый центр. Это уже точно периодическое решение. И как оно, что с ним происходит, когда вы немножечко еще где-то измените. С ним происходит следующее. Оно разделяется на то. То есть фактически период удваивается. Там был период P, здесь период уже 2 минуты. И решение заполняли всем, вот отсюда, вот просто перескать, вот отсюда, сюда, сюда. А в центре уже решения при этом нет? В центральной точке при этом решения уже нет получается? Ну, раньше же... Вот устойчивое решение, я скажу. В этой точке, это решение становится неустойчивым, а устойчивым становится решение, у которого 2 периода. Дальше мы уже считали, когда вы еще идете по D, увеличиваете, то уже каждый из этих решений становится тоже неустойчивым, и оно разваливается. В период разваливается. И вот это поведение в возникновении хаоса характерно для любой системы. Все уравнения, которые рассматриваются, которые приводят к возникновению хаоса, к путеводвоению, обладают следующей замечательной особенностью. Если вы возьмете D и минус D и минус 1, разделить на D и минус 1, минус D и минус 2, то вот эта величина приявили стремиться к постоянной величине. Универсальной постоянной, которая была открыта Фигенбаумом. Она называется постоянной Фигенбаумом. Причем этих постоянных две. Одна характерная для дисципативной системы, порядка четвертой, а вторая для консервативной системы, порядка восьмеркой. Вот как раз здесь нам удалось показать, так как эта система консервативна, что в точности, там примерно пять удвоений было числено-найдено, в точности, значит, это последовательно. Четыре знака совпадают с известной частотой Генбаумом. Поэтому, ну это конечно, в общем-то, немножечко такой математический экскурс из этой модели. Но все равно интересно, если что, вот эти торсевые колебания, они могут быть как регулярными, так и качественными. И вы на картинках могли видеть, что все эти вот Генбаумы, они разные там, отличаются друг от друга, то я думаю, что может это как раз связано с какими-то качественными элементами. Выводов всего два важных. Первое, это то, что магнитное поле при открытии диска, при открытии, может усиливаться из-за того, что у нее есть внешние, хорошо проводящие слои, и тем самым решается задача, что промерание кругу вашего поля. И второе, вывод состоит в том, что джеты из экскурсионных дисков, может быть коллинированы, то есть скорее всего, магнитным образом, путем, значит, торсионных колебаний в крупномасштабном полоидальном поле. И все, все, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Силы, они не будут против лета против. Еще вопрос, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот у параметра d у него есть какой-то смысл физический, простой? Или это просто соотношение? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Параметр d какой-то физический смысл есть? Ну, нам как раз, что и достаточно. Физический смысл у кого? Параметр D. Ну конечно, он же составлен из всех физических параметров. Это масса в этом самом сечении, неудельная масса, магнитный поток, потом период колебаний. Сейчас я вам покажу. Он спрашивает в непосредственный смысл вопрос. Я скажу, что он означает. Он составлен из таких параметров? Он сам по себе, вряд ли можно его обозвать. Вы видите, это безразвятный параметр. К – это квадрат скорости звука. СМ – это масса, это магнитный поток. Это амплитуда колебаний, это период колебаний временной и предпространенной. Вот получается из уравнений. Это не то, что так производится. Я не знаю, какой вопрос. Еще вопросов? Нет больше вопросов? Тогда давайте еще раз. У нас осталась последняя лекция. 17.45. Юрий Кремович Молновин. Который будет говорить о динамических сметриях. 24 на 10. А сейчас переводимся. 17.45. Кофе-брейк. Скоро начнется. Спасибо большое. Terror. это where – я получил removing документы. Но я получил комментыр treatise в течение биру .